Святой Егеше, Елисей, о молитве Отче наш. Эта молитва по природе проста и имеет превосходное величие слова. Она дала взглянуть в небеса и научила всех Бога называть Отцом. Сыновей для долгожданной милости заставляет обращаться к Отцу, и воля Отца побуждает к милосердию. А сыновья должны быть по воле Отца, тогда и Отец по согласию воли сыновей будет заботиться об их нуждах и сделает их наследниками всего своего богатства. Имя Отец одно как для духовных, так и для телесных, но они отличаются друг от друга своим применением, делясь на духовных и телесных. Телесных отцов похоть тела принудила к телесному деторождению, от греховного зачатия к греховному деторождению. Телесное отцовство изменчиво. Бывший сын стал отцом. Он ушел из этой жизни, и его отцовство от него было взято. Вместо него пришел его сын, который стал отцом и пошел по пути своего отца. И так по заимству мир дойдет до своего конца. Един истинный Отец и Создатель Вселенной, который без грехов зачал и без боли родил всех видимых и невидимых. И тот, кто родил, придя, учит сыновей обратиться к Отцу, чтоб мир не остался навсегда в пеленах и люльках, погрязших в грехах, как молокососы и младенцы в своих испражнениях, от которых отвернулись кормилицы и сиделки, и они были закон и пророки. В море искупали их и не могли очистить, через реки провели и не помыли. Использовали мыло, умыли с селитрой и не очистились. Взяли на себя, но опрокинув ушли. Жалился Отец Небесный, взглянул с небес на землю и увидел всех испачканных в кровавых жертвоприношениях, видал о поклонстве. Взял, омыл, надел небесные облачения и снова подвел к небесному усыновлению. Научил родному вероучению, чтоб обратились к любимому небесному Отцу. Когда говорит встаете, не будьте многословны, как язычника, ибо Бог знает все помыслы сердца и за добрые дела воздает добром. Устами свидетельствовать этого достаточно. Отче наш, что на небесах, да светится имя Твое. Это награда больше, чем все награды, данные Богом людям. Быть Богом Отцом для людей. Ангелы не имеют власти говорить этого, хотя могучи и духовны, но они служители, а не сыновья. О, человек, будь осторожен за свою душу. Смотри, какой честью ты был возвеличен, получил власть вплоть до того, чтоб назвать Бога Отцом. Соответственно, имей в виду и это, чтоб вести себя соответственно чести Отца. Чтобы узнали и нижние, и верхние, что ты истинно Сын Божий. Бог словом родил человека, а ты хотя словом и не можешь, но хотя бы по воле Твоего тела не валяйся на земле. Отрежь, удали от себя телесные желания. Удовлетворись необходимой тебе пищей. Считай ее достаточной. Не переходи границу и не предавайся праздности. От обильной пищи человек жреет, а от жира возникает беззаконие, как от пьянства скверные страсти. Такие Бога Отцом называть не смогут. Вот, ты же свидетельствовал, говоря, да светится имя Твое. Кто может Бога нарекать именем? Говоришь, свят, вот его настоящее имя. Имена лжебогов не святы. Один вор, другой убийца, третий блудник, и все они со свойственными для них смертными грехами. Притом, они даже и не существуют, и существовать не будут. Люди, которые их назвали богами, не могут быть сыновьями Бога. Кого он учит обращаться к Богу и повелевает встать на молитву перед Богом, ими открывает дверь для всех, чтобы все вошли в дверь. Учить ту же молитву, молиться Богу и сказать, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. И когда, молясь, научатся быть правдивыми, тогда и в мире могут быть праведными и оставят лжебогов. Те, которые камень и дерево отцом и матерью называли, но отошли от них и отреклись от своих нечестивых дел, их разум очистился мудрым знанием, и уста раскрылись, чтоб смело глаголить, «Да приедет Царствие Твое! Но да будет воля Твоя как на земле, так и на небе!» Когда Господь гоцарился над всем, Его Царство утвердилось на Его подчиненных. Говорит, «Пусть приедет Царствие Твое!» Это похоже на то изречение, что восходит звезда от Иакова, и восстанет Жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Синфофих. Книга чисел, 24 глава, 17 стих. «Звезда взошла, муж встал, сразил и сокрушил дьявола, который был силой язычников. Изначально такова была воля Бога, и она совершилась приходом Господа нашего Иисуса Христа. Эту молитву мы обязаны учить дословно и верою надеяться на Его второе пришествие, когда соответственно нашим молитвам и наши дела станут явными. «Да приедет Царствие Твое!» Само Царство учит говорить о нем. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. «Учит сказать Отче, чтоб только Его признал Творцом мира, Творцом всего, которое только человеку удостоил усыновления. Тот, Кто создал, так же и Царь, с Ним и пришло Его Царство. Тот, Кто при природе наш Бог, тот так же наш Отец со своими божественными благами. Если Бог – Отец всех, тогда Христос – брат тех, кто выполняет Его волю, был Царем и стал Твоим братом. Эти блага больше, чем награды при сотворении. Тогда было сказано, «По нашему образу пусть будет человек» Бытие, 1 глава, 26 стих. «Как по своему примеру олицетворил, желая духовное дело для телесного образом, чтобы и телесное научилось быть похожим по добродетели на духовное. И когда человек не смог соединиться с ним из-за грехопадения, сам принял образ телесного по своему разумению, сам сформировал неразлучную и нерушимую сущность, недосягаемая и непроизносимая, созерцаемая только верой и надеждой, и только он достоин любви, который по нашей природе разговаривает с нами и наставляет. Говорит, по породнению с нами, и невидимое божество учит видимыми вещами, чтобы невидимое божество было познано через видимое. Видимым телом пришел к нам, и этим телом же придет второй раз. Сейчас он учеников сыновями назвал, слуг сделал хозяевами, смертных пригласил к бессмертию, говоря, «Да приедет царствие твое». Говорим так, чтобы сейчас всякой бережностью готовились, а во время суда были готовы к воздаянию по делам. Насколько удастся тебе быть приобщенным к царству, настолько твоя молитва желанная и обещаны награды выше нашей природы. Пусть, говорит, будет твоя воля, воля Господа святость для человека, ибо сделал нас совладельцем своего царства, чтобы не остались неспособными приобрести его царство, но чтобы для нашей надежды с легкостью получили надежду, как те, которых он научил этой молитве. И если они достигли по своим молитвам, значит и мы сможем. Только верь, надейся и люби, и скоро достигнешь с радостью. И если скорбями станешь соучастником скорбей Христа, сам Господь усилит тебя терпением, потому что если бы не было такого свойства, то Господь не научил бы нас такой молитве. Смотрите на апостолов и мужайтесь, ибо они не только мучились за веру, но и предпочли смерть мученика жизни. Смотрели на страсти Христа и приняли мученичество. Будем словами хвалить их, а делами нашу жизнь закончим, как они. Бог одинаково Отец для всех, соответственно, и мы обязаны поровну быть сыновями, ибо едино то наследство, которое распределилось между всеми. «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». Хотя Бог и может всех нас сделать небесными, но оставляет, чтоб добровольно молясь, мы земнее могли стать небесными. Небесные войска полностью и любовью подчиняются Его воле и совместно славят Бога, и от Его страшной славы закрывают Свои лица и ноги, чтобы внутри себя любить Его. Вместо того, чтобы смотреть на Него, считают достаточной любовь к Нему в себе, и Бог, тронутый этим, с любовью исполняет Свою волю в отношении к Ним. Не будем спешить телесными глазами видеть Бога, чтоб не погибнуть раньше времени. Пусть наша любовь будет гонцом перед Ним, и по Его любви пусть Его воля исполнится в нас. Подвинемся тем, чему учили нас пророки, ибо они словом говорили и делами исполнили. Их учителем был никто иной, как тот, кто научил тебя этой молитве. И ты словом выучи эту молитву и спеши делами ее выполнить, недалек от ангелов, но вместе с ними в молитве, чтобы прославить Бога. Как ты объединяешься с ними, так и они будут с тобой во время молитвы и словословия. Смело открываешь уста и говоришь, да будет твоя воля как на небе, так и на земле. Власть говорит больше, чем предыдущее благословение. Если раньше дал власть над землей только то, что здесь говорит, на небе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам на сей день. Земной хлеб небесный отец и без прошения раздает всем. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. Псалом 35, 7 стих. И как можно сказать, ведь этот хлеб даже не насущный. Младенцам запрещаем, при болезни уменьшаем, скука лишает, а смерть разделяет и отделяет. Отцы ваши ели манно в пустыне и умерли. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 31 стих. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. От Иоанна, 6 глава, 49 стих. Слышали от Него эти слова и не могли понять, поэтому и Он повторял и повторял, чтобы верою могли понять силу этих слов. «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». От Иоанна, 6 глава, 51 стих. Этот хлеб Он учит ежедневно просить у Господа. Если хорошо подумаешь, убедишься, что кто этот хлеб вкушает со святостью и достойно готовится к вкушению, тот не нуждается в земной славе и царстве. Клав, бессмертный хлеб, смертную руку, сделал ее бессмертной, и, вкушая это, человек полностью, духом, душой и телом одухотворился и стал сопричастным к Христу. Остается только держать эту силу и до конца оставаться непорочным. Нет на земле мучений, которые могли бы одолеть его. Перед ним презренное серебро и золото ненавистны его глазам. Болю считает земное богатство, ибо его разум и мысли очистились небесной свободой, насыщаясь бессмертным хлебом. Он во всем совершенен. Если кто был малым, стал взрослее. Если ослабился от болей, сила Божья обитала в нем. Если ушел из земной жизни, то вечную жизнь собой унес к Богу. Этому учил нас Господь, умолять дать насущный хлеб не с земли и не с неба, а с Господа. Поэтому и говорит, это мое тело, и это моя кровь. Евангелие от Марка, 14 глава, 22 стих. Хотя и был несокрушимым, но ради твоей любви сокрушался. И тебя, что по своей воле сокрушался, несокрушимым божеством поднял к себе. Ибо ты не оставишь души моей в воде и не дашь святому твоему увидеть тление. Псалом 15, 10 стих. В пятницу распялся, чтобы сокрушить смерть, и в воскресенье собрал сокрушенные кости Адама, и воскресил его бессмертием, и себя показал многим. Истинно, а не призрачно. Однажды стал хлебом в горнице, и после этого каждый день становится хлебом в церкви, на святом алтаре. Сначала сам себя вкусил, а потом дал вкусить нам и стать соучастниками своих страстей. Он больше не страдает, но в славе Отца прославляется от ангелов и людей. И наши страдания уничтожив своим нестрадательным божеством. Нашу надежду в веру сохранил в наших душах и телах, как якорь, как столб определяет крепость дома, так и вера определяет неразрывную связь с Богом, которой и можем с дерзновением сказать, «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Это истинная, действенная и естественная молитва. Когда ты не требуешь долга от твоего друга, тогда и Бог прощает тебе твои долги, чтобы стать, чтобы ты стал невинным. Помни Петра, как он научился от Господа. Он семь раз хотел прощать прегрешения брата, а наш Господь семь на семьдесят раз сказал. Евангелие от Матфея, 18 глава, 23 стих. Петр, как человек, ограничил снисходительность, а Господь не поставил границы своему человеку, любивому, благодеянию по божеству. Ежедневно грешим словами и делами, и Бог видит и прощает, чтобы своим долготерпением нас наставить к покаянию. Не грешить само по себе для человека совершенная праведность, а если как человек согрешил, то пусть спешит раскаяться для покаяния. Двери его милосердия отворены и не закрываются перед кающимися, особенно перед теми, которые знают с верой молиться. Такие могут также праведностью подвязаться за духовные награды. Они не только прощают долги братьям, но и раздают свое имущество нуждающимся. Это сила Божья, которая тянет их к праведности. Так поступили и первые христиане, как говорит евангелист. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Деяние апостолов, 4 глава, 34 стих. Наш Господь послал их для проповеди Слова Божия. Они были проповедниками Слова и снабженцы. Голос Слова доходит до уха, а любовь Всевышнего без слов учит щедрости. Не для того, что стремились обеднеть, а чтобы достигнуть другого богатства, небесного. И когда ты прощаешь долги твоему брату, то прощаешь не потому, что презирал свое имущество, а чтобы, сделанное тобою малой милостыней, Бог простил твои многочисленные долги. Следуй этому слову и увидишь, что когда прощаешь твоему другу, то и сам удостоишься быть прощенным. С дерзновением открываешь уста и говоришь, «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». Бог не желает вести человека в искушение, а желает избавить от смерти. Ибо тот, кто не пожалел собственного сына, но для всех нас предал на смерть, через него и дает всякие блага тем, кто просил у него. Хотя мы и не в состоянии воздать Богу, не будем лениться по мере нашей возможности. Наша неприхотливость усматривается как пост, воздержанность в напитках за трезвость, непышная одежда за скромность и удовлетворение в заработанном за бедность. Для блаженства будем кроткими в речи и этим научим нашего друга смирением. Если не можем оставаться без сна в бдении, то хотя бы всю ночь не отдадимся сну, чтоб не забыть псалмы и прославления. Если не можем заботиться о всех нуждах нищих, то хотя бы не оставим их без куска хлеба и чаши воды. В нашем имуществе пусть не будет чего-либо похищенного от вдов и сирот. Все, что имеем, пусть будет даром Богу, тогда и наши души будут для Него приятным подношением. Всем достойно быть усердным в соблюдении Божьих заповедей, мужчинам и женщинам, слугам, хозяевам, ибо Господь наш пришел для спасения всех, и Его человеколюбие достойно слава и власть и честь во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok